Намаскарм, Садгуру! Садгуру, один из пяти элементов Панчабута — это Акаша, пространство. В одном из ваших видео на YouTube вы говорили, что это эфир. Вы сказали, что в пространстве Акаши есть эфир. И сейчас, когда вы говорили о путешествии во времени, вы говорили о пространстве. Так что я немного запутался, что такое эфир и что такое пространство. Не могли бы вы рассказать подробнее? Я рад, что вас это смутило. Потому что быть в растерянности — это гораздо лучше, чем делать глупые выводы. Если вы растерянные, значит, вы всё ещё в поиске. Это хорошо. Это и есть моя цель — поддерживать вас в растерянности. Да? Потому что я хочу, чтобы вы постоянно находились в поиске. Никто не говорил, что Акаша — это пространство. Было сказано, что Акаша — это эфир. Эфир — это не самый подходящий перевод, но достаточно приемлемый. Эфир — это не пространство. Эфир — это определённое измерение существования, более тонкое измерение. Когда мы говорим пространство, мы подразумеваем «кала» или «несуществование». Мы подразумеваем «щи-ва», что значит «то, чего нет». Но когда мы говорим «Акаш», мы говорим о том, что существует. Вот вы находитесь здесь, как человек. Здесь много уровней. От явных до тонких. Например, если у вас запор, значит, у вас внутри есть что-то явное. Но над этим всё же существуют немного более утончённые аспекты тела. Выше находятся лёгкие, наполненные воздухом. Ещё выше находятся мозг, и мысли, и эмоции, и много других вещей. И есть жизнь, которая входит и выходит. Также присутствует Акаша. Есть вода, физический материал, воздух, температура, существует огонь, и существует Акаш, который составляет это. Не пытайтесь понять это, просто поймите вот это. Потому что это — мини-вселенная. Если вы воспримете это правильным образом, вы поймёте это. Потому что сегодня уже не ставится под сомнение. Мы всегда говорили об этом в викической системе. Но сегодня современные физики пришли к тому, что называется конструкционной теорией, которая говорит о том, что конструктивный параметр всего во Вселенной, будь это атом или вся Вселенная, по сути, один и тот же. Вы, как человек, обладающий определённой формой, кузнечик, земляной червь, птица, присмыкающаяся. Где-то у вас у всех есть одна и даже фундаментальная конструкция, от атома до космоса, основополагающая конструкция одна и та же. Сложность и утончённость того, каким образом эта конструкция воплотилась в таком многообразии форм, будет отличаться. Ваша конструкция гораздо более сложная и утончённая, чем у амёбы. Но фундаментальные основы в ней те же, только реализованы они сложнее. Не пытайтесь увидеть всю Вселенную. Вы не можете этого сделать, потому что у вас нет наблюдательного поста. Не существует такого места, где вы можете просто сесть и наблюдать всю Вселенную. И на самом деле вы не можете наблюдать ничего, кроме того, что происходит внутри вас. Даже если вы возьмёте телескоп и посмотрите на звезду, вы увидите только её проекцию в своём уме. Не так ли? Да? Вы не видите сами звёзды. Вы видите звёзды, которые на самом деле не существуют. Многие звёзды, которые вы видите, не существуют, но они определённым образом проецируются в вашем уме. Вот как вы узнаёте о них. Или другими словами, вы можете испытать только это или это — единственная дверь, через которую вы можете испытать что-либо. Любое переживание. Еда, которую вы едите, воздух, которым вы дышите, окружающие вас люди или окружающий мир, или вся Вселенная. Вы можете испытать это таким, каким является вот это. Если это прозрачно, вы увидите всё таким, как оно есть. Если же это приняло множество форм и очертаний, вы увидите всё по-разному. Сейчас зеркала в основном делают плоскими. Но и сейчас, если вы купите дешёвое зеркало, в отражении вы будете выглядеть вот так. Но если вы приобретёте вогнутое зеркало определённого типа, вы точно сможете сбросить вес всего за один день. Просто встаньте перед зеркалом и будете выглядеть, как тростинка. Так что зеркала создают разные отражения того, кем вы являетесь. Допустим, вы всё время видите отражение своего лица в слегка искажённом зеркале. Через какое-то время вы начнёте думать, что вы так и выглядите. Да или нет? Да или нет? Вы думаете, что именно так вы и выглядите, потому что каждый день вы смотрели на себя и видели именно такое отражение. Поэтому вы считаете, что выглядите таким образом. Даже сейчас вы считаете, что мир выглядит определённым образом просто потому, что таким он проецируется в вашем уме. если вы разовьёте этот ум в более гладкую поверхность, в которой нет абсолютно никакого колебания, если он станет идеально плоским зеркалом, тогда это зеркало будет отражать всё таким, как оно есть, но зеркально. Поскольку в зеркале всегда происходит зеркальное отражение. Таким образом, у вас должен быть интеллект, чтобы исправить это, не принося искажений. Большинство людей не могут даже правильно перевернуть лепёшку ДОСа. Если они пытаются перевернуть ДОСу, она принимает разные формы. Требуется определённый навык, чтобы перевернуть что-то, не искажая. Вот в чём проблема ума. Во-первых, по нему всё время расходятся волны, либо он постоянно колебается, в зависимости от того, каким вы его поддерживаете. Но в нём определённо расходятся волны. Вы видите мир, в клеплющемся зеркале, и он выглядит определённым образом. Большинство людей никогда даже не пытались развернуть его, потому что они думают, что так всё и есть на самом деле. Потребуется определённое умение, чтобы развернуть ум и отразить его, ничего не искажая. Таким образом, у вас две задачи. Первая — сделать зеркало плоским, чтобы оно ничего не искажало. и потом, гораздо более сложная задача — перевернуть его без каких-либо искажений. В нашей жизни мы ещё не подошли к этому. Вначале мы работаем над тем, чтобы лишить зеркала искажений. Скажите, является ли этот воздух важной частью вас, как жизни? Тем из вас, кто ничего не отвечает, мы перекроем его поступление. Ваша жизнь распространена здесь повсюду, не так ли? Это физическое. Даже на физическом плане есть много уровней грубого и тонкого, не так ли? В теле есть очень явные элементы, и также есть более тонкие. Есть мысли, эмоции, воздух, которым вы дышите, или другими словами. Жизнь всегда идёт от совершенно грубого до множества более тонких аспектов. В зависимости от того, насколько вы распространились, столько же тонких аспектов и присутствует в вашей жизни. Насколько широко расправлены ваши крылья, столько же тонких аспектов и возможны. Таким образом, то, что мы называем «акаша», это тонкое измерение жизни. Если извлечь «акашу», вы не сможете здесь существовать. Если извлечь из этого зала воздух, вы не сможете здесь существовать. Несмотря на то, что вы не можете видеть воздух, это важнее для вашей жизни, чем ваши волосы. Простите. Просто на планете на уход за волосами тратится намного больше, чем на уход за мозгом. Становится очевидной наша система ценностей. Если вы выдернете все волосы, вы сможете жить. Если отрезать вам уши, вы сможете жить. Если я отрежу вам нос, вы сможете жить. Если я просто откачаю этот воздух, который вы не видите, и большую часть времени даже не осознаёте, существует он или нет. Если я удалю весь воздух, вы не проживёте и мгновение. Не так ли? Если мы откачаем «акашу», вы не проживёте и мгновение. В Карнатеке, на юге Индии, есть храм, который называется Анапурнешвари. Есть здесь кто-нибудь из Карнатеки. Вы были в Анапурнешвари? В этом храме сзади, куда большинство людей обычно не заходит, потому что я всегда исследую укромные места и уголки, пока другие просто счастливо смотрят на богиню. Там есть надпись на языке хале канада. Это старая форма языка канада, которой более 3000 лет. Там, в храме, есть надпись, в которой говорится о том, как спроектировать аэроплан. Там сказано, вы можете сделать это, но если вы запустите эти машины в полёт, это нарушит эфир на планете. Если это нарушает «акашу», говоря об «акаше», имеется в виду непространство. Там сказано, что если «акаша» будет нарушена, люди не будут знать покоя в своей жизни. Как только «акаша» будет нарушена, психологические расстройства получат невероятную распространённость. Думаю, что вы живое тому доказательство. Есть такой старый фильм, в котором снимался Монаш Кумар. Называется «Шум» про самолёты и беспокойство, которое они вызывают. И в конце он рад, что потерял слух. Что-то в таком духе, да? Таким образом, если мы удалим «акашу», физическое тело не просуществует и мгновение. Поэтому, когда мы говорим «акаша», мы всё ещё говорим о пяти элементах. Как вы сами упомянули в вопросе, «акаш» — это один из пяти элементов. Таким образом, когда мы говорим об элементах, мы говорим не о пустом пространстве. Мы говорим о ещё одной субстанции. Подобно земле, воде, воздуху или огню, мы говорим о ещё одном аспекте пяти элементов. Поэтому не путайте «акаш» с пустым пространством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok